Клайв Льюис. Британский писатель, поэт, профессор английской литературы, ученый и богослов ирландского происхождения Когда тебе страшно, самое лучшее повернуться лицом к опасности и чувствовать что-то теплое и надежное за спиной Мы те, кем мы себя считаем Дружба возможна только тогда, когда нам что-то важнее дружбы. Вот почему трогательные люди, которые хотят завести друзей, их никогда не заведут Дружба всегда о чем-то, хотя бы это было домино или интерес к белым мышам У тебя нет души. Ты душа. У тебя есть тело Бог шепчет нам в наших удовольствиях, вслух говорит с нашей совестью, но он кричит в нашей боли это его мегафон, чтобы слышал оглохший мир Материнская любовь это дар. Но дарует она, чтобы довести ребенка до той черты, после которой он в этом даре нуждаться не будет Эта любовь работает против себя самой. Цель хорошей матери стать ненужной. Я больше им не нужна награда для матери, признание хорошо выполненного дела Самая верная дорога в ад та, по которой спускаются постепенно, дорога пологая, мягкая, без внезапных поворотов, без указательных столбов То, что ты видишь и слышишь, в некоторой степени зависит от того, каков ты сам Жажда обладать тем, кому не можешь дать ничего, изнашивает сердце Любое представление о мире, приемлемое для здравого ума, удовлетворяет одни духовные потребности и противоречит другим От того, что ты за человек и откуда смотришь, зависит, что ты увидишь и услышишь Когда-нибудь ты дорастешь до такого дня, когда вновь начнешь читать сказки Ни один человек не знает, насколько он плох, пока по-настоящему не постарается быть хорошим То, что делает человек, застигнутый врасплох, лучше всего показывает, что он собой представляет То, что прорывается, прежде чем человек успевает надеть маску, и есть его подлинная сущность Если в подвале водятся крысы, то их легче увидеть, если внезапно спуститься туда Но не внезапность порождает крыс, она лишь мешает им скрыться Семья — первая ступенька на пути, уводящем нас от эгоизма Только плохой человек нуждается в покаянии Только хороший человек может покаяться по-настоящему, только совершенный человек может прийти к совершенному покаянию, но такой человек в покаянии не нуждается Возможно в душе, как и в почве, не самые красивые цветы, пускают самые глубокие корни Когда-нибудь мы станем достаточно взрослыми, чтобы снова читать сказки Дружба рождается в тот момент, когда один человек говорит другому Что и ты тоже, а я думал, что такой только я один Самое большое зло, творят теперь не в мрачных притонах и вертепах, которые описывал Диккенс, даже не в канцлагерях там мы видим результаты Его зачинают и рождают, предлагают, поддерживают, разрабатывают, в чистых, теплых, светлых кабинетах, аккуратные, чисто выбритые люди, которым и голос повышать не надо Детство мы тратим впустую, желая стать взрослыми, а когда вырастем, тратим всю жизнь на то, чтоб не состариться Если вы оскорбили человека, который вам не нравится, то обнаружите, что он стал вам еще противнее Если вы окажете ему услугу, то увидите, что ваша неприязнь к нему уменьшилась Если вы думаете, что не страдаете гордыней, значит вы действительно ею страдаете Не думайте, что настоящее смирение вкрачивость и елейность, когда мы нарочито подчеркиваем собственное ничтожество Встретив поистине смиренного человека, вы скорее всего подумаете, что он веселый, умный и ему очень интересно то, что вы говорили ему А если он не понравится вам, то наверное потому что вы ощутите укол зависти, как же ему удается так легко и радостно воспринимать жизнь Он не думает о своем смирении. Он вообще не думает о себе Природа сделала для нас, что могла, и тот, кто не найдет удовольствия дома, не найдет его на чужбине Когда двое людей обретают прочное счастье, они обязаны им не дикой влюбленности, а тому что они хорошие люди, терпеливые, верные, милостивые, умеющие обуздывать себя и считаться друг с другом Бог обращается к человеку шепотом любви, а если он не услышан, то голосом совести Если человек не слышит голоса совести, то Бог обращается через рупор страданий Что вы можете знать о других человеческих душах? Об их искушениях, их возможностях, их борьбе Лишь одну душу во всем Божьем мире знаете вы, и это та душа, чья судьба отдана в ваши руки Плакать неплохо, пока ты плачешь, но рано или поздно слезы заканчиваются, и тогда надо решать, что же делать Ничто не повторяется дважды Уж таковы мужчины, даже самые надежные из них подводят в такой час, потому что сердце их никогда не способно, полностью сосредоточиться на чем-то одном Еда, выпивка, сон, игра, новая баба всегда могут отвлечь их внимание, и с этим, будь ты хоть царица, ничего не поделаешь Опыт жестокий учитель, но на опыте ты учишься Влюбленные смотрят друг на друга, друзья на что-то третье, чем оба заняты Люди, любящие естественной любовью, хотят другому не просто добра, а своего добра, на свой лад и вкус Если что-то будет вам полезно, пользуйтесь, если нет, больше не думайте об этом Друзей и возлюбленных мы выбираем за что-то за красоту, за доброту, за ум, за честность Но красота должна быть особая, наша, и ум особый, в нашем вкусе Когда мы что-то любим, это значит, что мы получаем от этого удовольствие Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо, плохой духовный симптом, как плохой симптом отсутствия аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть Человеческий разум склонен заменять описание оценкой. Он хочет сравнивать не явление, а ценности Все мы читали критиков, которые не могут похвалить одного поэта, не принизив другого Мы выделяем любовь к еде для возбуждения обжорства, выделим же и естественную любовь к переменам, извращая ее в постоянное требование нового, требование это всецело плод нашей деятельности Люди редко говорят то, что хотели сказать на самом деле Главный враг любви равнодушие, а не ненависть В Боге каждая душа будет видеть свою первую любовь, потому что он и есть эта первая любовь Чудо — это текст, природа комментарий. Наука — лишь примечание к поэме христианства Иногда полезно все потерять, чтобы понять, чего тебе действительно не хватает От это дверь, которая запирается изнутри Еда и чтение — это два удовольствия, которые превосходно сочетаются Чтобы создать правдоподобный и небезразличный читателям иной мир, следует воспользоваться единственным иным миром, который нам известен — миром Духа Люди и народы, которые думают, что верой нужно добиться улучшений в обществе, могут с таким же успехом пользоваться, услугами сил небесных, чтобы регулировать уличное движение Процесс воспитания, каким бы хорошим он ни был, не может не обидеть Лайф Льюис. Цитаты и афоризмы Напишите пожалуйста в комментарии какая из цитат вам больше всего понравилась Пожалуйста не забудьте поставить лайк, и подписаться на наш канал